Новости на телеканале НЕКОПЛЮС. В студии Светлана Воробьева. Здравствуйте! И сегодня в нашем выпуске. Задачи, которые вы ставите, говорят о том, что работа идет. На высшем уровне о перспективах региона два спикера Госдумы и карельского парламента Борис Грызлов и Николай Левин обсудили главные инвестиционные проекты. Они должны быть в печати в обязательном порядке, должны быть подписаны в церковь кооператива. Решение принято. Дачники получат перерасчет за коммунальные услуги, если предоставят справку из кооператива. Пока суд доделал, Кандапурский процесс снова не сдвинулся с мертвой точки. Со времени трагических событий прошло три года, и все остальные суды уже завершились. Виновные наказаны. И сегодня около четырех часов дня на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о пожаре в районе второй очереди ОТЗ. В Петрозаводске время пламя охватило недостроенный ангар автосервиса. В нем пока не было автомобилей, зато находились газовые баллоны. Пожару сразу присвоили категорию 1БИС. И примерно в то же время большой пожар случился в Соломином на местном лесопильном заводе. Там загорелись опилки. Для тушения этих двух пожаров пожарным частям Петрозаводска пришлось разделиться. Наш репортаж со второй площадки ОТЗ. Даже рядом с этим ангаром находится страшно. По информации МЧС, внутри него находятся газовые баллоны, которые могут взорваться. Сотрудникам МЧС, несмотря на угрозу взрыва, пришлось работать и снаружи, и внутри ангара. Давай, пошустрей. Проявляется охлаждение участка, где могут находиться газовые баллоны. Личный состав внутри, это невводимый. Хозяин автосервиса, который еще не получил от предприятия ни копейки прибыли, а уже понес серьезные убытки, не смог внятно пояснить, почему возник пожар. Подожгли вас? Не знаю, но вряд ли подожгли. Днем же было, как можно пожечь? А вы здесь находились? Да, мы здесь находились. И когда вы почувствовали, что огонь тут летел? Мы позвонили оттуда, увидели там на заправке. Стой, 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 стой! Вы не успели еще начать работать? Нет, не успели. То есть там не было автомобилей? Не было. Удовольствие эвакуировать только один баллон, второй баллон найти не можем, огонь ушел на кровлю. Кровля, это затрудняется разборка кровли, это наличием энергоснабжения здания до сих пор еще. Ситуация усугубилась еще и тем, что долго не могли отключить электричество. В машину штаба передавали, что бригада «Корелэнерго» отказалась ехать, потому что на месте был свой электрик. Однако он не справился с задачей. Сейчас все сломается, вылезать надо уже! Да, сейчас вызову милицию, уйди, у нас нечем пилить. На пожаре, который потушили только к вечеру, работали все пожарные части. На вызов отправились шесть машин. Сейчас уточняются причины возгорания и подсчитывается ущерб. И по последней информации пожарные локализовали оба возгорания, но продолжают работать на месте возгорания. Жертв нет, ущерб подсчитывается. Ну а мы продолжаем. Строительство нового родильного дома в Петрозаводске может попасть в федеральную адресную программу. Это лишь одна антикризисная мера, с реализацией которой помогут в Москве. Как идет строительство, ремонт дорог, вводы очистных сооружений в Петрозаводске, а также спортивных объектов в нашей республике. На встрече с председателем Госдумы России Борисом Грызловым обсудил председатель законодательного собрания республики Николай Левин. Возможно ли сегодня получить поддержку из федерального бюджета, узнавала Оксана Мересева. В Госдуме России сегодня принята целая программа по реализации антикризисных мер. Сейчас гораздо важнее, что именно в связи с этим происходит в отдельно взятом регионе. Что делается в республике Карелия и какие уже есть результаты, сегодня оценил Борис Грызлов. На встрече с Борисом Грызловым председатель законодательного собрания Карелии Николай Левин сообщил, что экономика республики пережила спад и наблюдается рост. Бесперебойно работают градообразующие предприятия, зарплату выдают вовремя. Значительно сократилось число безработных с 700 человек в месяц до 100. В стране от поддержки, благодаря в том числе и федеральному бюджету, не остались малый и средний бизнес. Предпринимателям, работающим по упрощенной схеме, пересчитают налоги, уплаченные с 1 января. Найдены подрядчики для реализации проекта «Чистая вода». Вскоре планируется завершить первую очередь строительство очистных сооружений в Петрозаводске. Мы рассчитываем, что 21 декабря первый этап будет завершен. И остается еще два этапа. По второму этапу вроде бы у нас есть уже источники финансирования, это банк «Невка». Но вот по третьему этапу источника финансировать пока мы найти не можем. Борис Грызлов обещал озадачить этим вопросом своих специалистов. А также на заседании Госдумы рассмотрят тему строительства необходимого в Петрозаводске Ледового дворца. Учитывая то, что пришел сигнал от вас по поводу того, что мы можем еще попасть в последний вагон поезда по поводу фока, крытого для Ледового. Поэтому мы сейчас выделили 36 миллионов, вот нашу часть по финансированию. И мы в августе приступим к строительству сетей и фундаментов. Есть большой шанс, что он попадет у нас в перечень объектов. В перечень софинансирования и в адресную программу может попасть и родильный дом. Борис Грызлов сам убедился, посетив республику, что в Карелии нет современного перинатального центра. Тем более, что это важнейшее звено в принятой правительством России стратегии 2020. Чтобы в 2020 году средняя продолжительность жизни была не ниже, чем 75 лет. Надо, конечно, создавать условия для того, чтобы повышать качество жизни. В Москве положительно оценили, и как наша республика из своего бюджета распределяет деньги для строительства и ремонта городских магистралей. Ведь на дороге для всех регионов в Госдуме решили выделить 20 миллиардов рублей в качестве кредита. Региональный бюджет выделил 100 миллионов рублей городу Петрозаводскому на ремонт дорог. И я обратился к депутатам горсовета привести внеочередную сессию и принять решение о том, что они дают согласие администрации на оформление кредита 163 миллиона рублей. Задачи, которые вы ставите, говорят о том, что работа идёт. Работа идёт. Знаете, когда субъект задач не ставит, то есть подозрение, что там тишина, что там болото. Вижу, что у вас кипущая энергия. И думаю, что как раз именно такому субъекту есть желание помогать. Пусть ещё не всеми экономическими показателями можно похвастаться перед федеральной властью, но при их поддержке в Карелии надеются максимально минимизировать последствия финансового кризиса. Горожане, которые летом перебираются жить на дачу, могут получить перерасчёт за коммунальные услуги. Для этого им нужно предоставить в пункт оплаты справку из дачного кооператива. Такое решение приняло руководство ПКС после обращения к ним председателя карельского парламента Николая Левина. Некоторое время этот вопрос не решался, но теперь это окончательно подтвердил Александр Сафронов. Они должны быть в печати в обязательном порядке, должны быть подписаны в оперативном кооперативе садоводческого и, соответственно, должны быть легитимны с точки зрения их отчётности, чтобы могли их принять как финансовые документы. Мы будем руководствоваться нормативными документами Российской Федерации и, конечно, оставляем за собой право проверки тех справок, которые нам представляют. Процесс над участниками драки в Кондопоге в августе 2006 года сегодня продолжился в Верховном суде Карелии, но опять не сдвинулся с мёртвой точки. Напомню, на скамье подсудимых шестеро подозреваемых, и один из них обвиняется в убийстве. Со времени трагедии в Кондопоге прошло уже почти три года. Завершены все многочисленные судебные процессы по следам тех событий, кроме одного, с которого, по сути, всё и началось. Продолжит Илон Нурменцева. В процессе был перерыв ровно месяц. Предполагалось, что участники потратят его на отпуск, и 1 июля смогут с новыми силами защищать и обвинять. Однако сегодняшнее заседание опять сорвалось, и больше походило на свидания подсудимых с родными, хотя приставы и пресекают такие попытки общения. Отложить рассмотрение дела по существу пришлось из-за неявки четверых адвокатов подсудимых. Дело в том, что приглашённые адвокаты Сайдахмет Арсамерзаев и Мурат Мусаев в данное время защищают обвиняемых в убийстве Анны Политковской и находятся в Москве. Но только один из них поставил официально об этом в известность Карельский суд. Местные же защитники не явились только потому, что находятся в отпуске. Это вызвало возмущение пострадавшей стороны. Амур Стиванов уже не один раз показал себя. Выпревательское отношение тем, кто здесь находится, кто ответственно относится к данным, на своей работе. Но отмусы на другом мы не знаем. Судья Зайцев сообщил, что будет ставить вопрос о замене ряда адвокатов, на что пришедшие представители стороны защиты заверили, что неявки из-за отпусков будут продолжаться. Адвокаты, они не государственные служащие. И приказы о них, о том, что они находятся в отпуске, отпускные адвокаты никто не выдаёт. И по концам сопостоятельно разрешают, когда отдыхают. Следующее заседание суда назначено на вторник, 7 июля. Из сегодняшнего дня, или вернее с 0 часов ночи в Карелии, а также ещё в 37 регионах России, должны быть закрыты все игорные заведения. Исключение тотализаторы и букмекерские конторы. Таковы требования федерального закона. Как оно исполняется? Чтобы проконтролировать это, в рейд вышли сотрудники правоохранительных органов. Отправившись в рейд сотрудниками милиции, наша съёмочная группа была немало удивлена. В гражданской одежде милиционеры проходили мимо игорных заведений. Заметив, что заведение открыто, внутрь зайти не пытались. То, что большинство владельцев заведений не закрыли их, а просто вывесили на дверях объявления о закрытии, и до сих пор не приступили к демонтажу вывесок, сотрудников, похоже, не волновало. По информации Минэкономразвития, в Карелии 23 игровых зала и 1223 игровых автомата. Сколько из них сегодня в Петрозаводске действительно закрылись, неизвестно. Не исключено, что некоторые игорные заведения могут вновь открыться и даже действовать подпольно. На совещании в правительстве прозвучала и такая информация. Долг по налогу на игорный бизнес в Карелии на 1 июня 2009 года составил около 20 миллионов рублей. Как решать свои проблемы самим, об этом расскажем сразу. После короткой рекламы не переключайтесь. Компания Евроклимат. Система вентиляции и кондиционирования воздуха от бытового до промышленного назначения. Центральные пылесосы и установки очистки воздуха. Качественный монтаж и обслуживание. Евроклимат. Создай свой климат. Крыша по небу летает, а на крыше летит, дед. Крыши разные бывают, но я знаю много лет. Те, кто крыши понимает, те летят в Петрокомплект. В топливых условиях. Самых экстремальных. С вашей личной кровлею. Было всё нормально. Петрокомплект – это надёжно. Да. Аристократ представляет мужская классика в летнем исполнении. Скидки до 30%. Аристократ. Центр платных медицинских услуг Республиканской больницы предлагает консультации врачей-специалистов. Исследование всех систем и органов на новейшем оборудовании. Только точная диагностика и профессиональное лечение сделают вас здоровыми и счастливыми. В эту пятницу, 3 часа в прямом эфире. Впервые в нашей студии представители всех парламентских партий. И бывшие мэры Петрозаводска. Острые дискуссии, живая музыка, конкурсы для телезрителей. Очень хорошая музыка. Очень хорошие призы. 3 июля в 9 вечера. На телеканале Ника Плюс. Вы смотрите новости. Мы продолжаем. Жители Соломиного по собственной инициативе привели в порядок дорогу. Грунтовка длиной в километр была особенно трудно проходима во время распутицы. Ремонтировали ее последний раз лет 15 назад. Это сейчас по этой дороге уже можно ездить. Еще неделю назад по ухабам и ямам трудно было маневрировать. В очередной раз заплатив за ремонт подвески, соседи Павел и Андрей решили, что проще самим заняться проблемой. Машины на этой улице есть у большинства. Предложили автовладельцам скинуться по 2000 рублей. В итоге суммы только-только хватило на материал. Вся наша жизнь теперь складывается. Каждый, что может посильно вложить. На государство никакой надежды нет. То есть, в принципе, помощи от нее, финансовой никакой нет. Вот эти канавы наши бесконечные. Нас сверху заливает, нас топит зачастую. То есть, в принципе, скорые, газовые службы, аварийные, пожарные, все тут застревают. Не проезда ничего. Не говоря о том, что пенсионеры элементарно до магазина добраться не могут. Единственное, чем помогла администрация, предоставила бесплатный грейдер. Все работы пришлось делать самим. Ну, не извините меня, до церкви вот надо было доехать. Матвиенко была и Путин. Дорогу моментально выгладили. А здесь нет. Здесь что, мы простые люди. Теперь быстро зато ездят машины. Боишься детей. Сейчас отремонтировали, в следующем году скинемся по тысяче. Теперь автолюбители запускать грунтовку не хотят. Получается, что платить таким образом за дорогу намного дешевле, чем за ремонт машины. И последнее. 3 июля в 9 часов вечера на нашем канале стартует трехчасовой телемарафон. Он называется «Этот город. Самый лучший город на Земле». Впервые в студии соберутся представители всех парламентских партий и бывшие мэры Петрозаводска. Острые дискуссии, живая музыка, а также конкурсы, в которых вы, уважаемые телезрители, можете выиграть призы. И прогноз погоды на завтра представляет ведущий телемарафона Елена Валишевская. Смотрите 3 июля в 21 час на телеканале «Ника плюс» телевизионный марафон «Этот город. Самый лучший город на Земле». В прямом эфире живая музыка, интересные гости, конкурсы, призы и подарки. Завтра в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, ветер юго-западный, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем 17-19, а ночью 12-14 градусов тепла. Смотрите новости на телеканале «Ника плюс» и не забудьте, что в пятницу телемарафон. Мы ждем вас в 9 вечера у телеэкранов в любую погоду. Добрый вечер, в эфире «Знак вопроса». Наша с вами попытка разобраться в том, что на самом деле происходит с Петрозаводским. Предвыборная кампания в корейской столице вышла на финишную прямую. В это воскресенье петрозаводчане выберут будущее для себя и своего города на ближайшие 4 года. И чем ближе 5 июля, тем больше наполняется город изображениями кандидатов. Но вопреки законам красоты и морали, большинство из желающих занять кресло мэра размещает свои изображения и воззвания не только в специально предназначенных местах, но и там, где нам, жителям города, меньше всего хотелось бы их видеть. На стенах домов, столбах, заборах, на остановках общественного транспорта. Один из кандидатов особенно усердствует в заполнении всех вертикальных поверхностей города своими плакатами. Некоторые жители карельской столицы наглядно продемонстрировали свое отношение к подобной форме агитации. Они нанесли краской поверх рядов плакатов надписи, которые до сих пор можно увидеть, например, на улице Шотмана. Удивляет своим отношением к городу и его жителям и другой известный кандидат, который является нам на многочисленных плакатах и билбордах в камуфляжной форме. Этот кандидат упорно твердит, что ведет свою кампанию в стесненных условиях, в которые его загнала республиканская власть и партия, из которой он ушел. Что денег у него нет, и поэтому предвыборный фонд он экономит. Думаю, наши телезрители уже оценили по достоинству подобные заявления. Ведь буквально весь город заклеен фотографией этого человека, а многие жители Петрозаводска получили от него письмо на свой домашний адрес. При том, что такая рассылка является одним из самых дорогих видов предвыборной агитации. Но, как говорится, и это еще не все. Петрозаводск вспомнил о том, что такое война компроматов. Двое кандидатов решили напомнить о сомнительном с их точки зрения прошлом друг друга и развернули в почтовых ящиках горожан настоящую битву за правду. Правда у каждого своя, но любопытных фактов и аргументов на наше с вами рассмотрение представили достаточно. Так Александр Темнышев обвинил Евгения Михеева в махинациях со стройматериалами, предназначавшимися для церкви. Якобы именно это стало причиной для лишения Михеева церковного сана. А Евгений Михеев обвинил Александра Темнышева в злодеяниях, связанных с его коммерческой и партийной деятельностью. Тот, мол, лишь из-за неясных коммерческих интересов выдвигается на пост мэра. Другой вопрос, что и на этот обмен любезностями были затрачены немалые деньги. Хочется спросить у уважаемых кандидатов. Господа, вы ведь предлагаете себя в качестве руководителя нашего прекрасного города. Почему же уже сегодня вы в угоду своим амбициям портите портрет Петрозаводска, используя для размещения своих материалов непредусмотренные места? Почему вы, объявляя себя идеальными городоначальниками, любящими свой Петрозаводск, тратите деньги на собственную дорогую полиграфию и недешевые услуги рекламщиков, вместо того, чтобы, к примеру, подремонтировать или покрасить хотя бы один фасад? К сожалению, на все эти вопросы ответ уже очевиден. Это очередные красочные брошюры с взаимными обвинениями и восхвалениями себя любимых. Что ж, осталось лишь несколько дней, чтобы горожане успели сделать из всего этого окончательный вывод. Напомню, что в это воскресенье откроются избирательные участки, и мы все будем должны сделать свой выбор. На сегодня я прощаюсь с вами. Всего доброго. Доверились пиратам и потеряли ценную для бизнеса информацию? 1С Северо-Запад рекомендует подлинное программное обеспечение «Майкрософт». Приобретайте лицензионное программное обеспечение на сайте www.1csoft.ru Территория лицензионного софта. Добро пожаловать в новый салон мебели «Версаль» на «Гоголя-29». Уникальная акция в дне открытия. Закажите мебель и выиграйте. Обеденный стол. Вытяжку. Или незабываемую поездку в солнечный Египет от туристической компании «Пять звезд». Салон мебели «Версаль». Перемены с размахом. Жить достойно в самые сложные времена помогает стабильная строительная компания «Сана». Мы предлагаем специальные условия приобретения квартир, адаптированные к реальной жизни. Подробности на сайте и по телефону 733-459. Компания «Сана». Стройте свое будущее вместе с нами. Свой стиль для каждого. Они такие разные. Но их объединяет одно. Все они одеваются в третьей линии Гоголевского центра и в магазине мужской одежды на Московской 8. В Шансе жаркая распродажа всех водонагревателей. Например, водонагреватель из нержавейки на 50 литров «Термекс» всего за 4990 рублей. Салоны «Золотой овен». Пополни коллекцию. В эту пятницу. Три часа в прямом эфире. Впервые в нашей студии представители всех парламентских партий. И бывшие мэры Петрозаводска. Острые дискуссии, живая музыка, конкурсы для телезрителей. Очень хорошая музыка. Очень хорошие призы. 3 июля в 9 вечера. На телеканале «Ника Плюс». Выборы главы Петрозаводского округа. Уважаемые избиратели, если вы не сможете проголосовать 5 июля 2009 года, вам предоставляется право досрочного голосования. С 1 по 4 июля 2009 года в участковых избирательных комиссиях города Петрозаводска. Всем привет! Это «Глаз народа» и я, Анастасия Зайцева. Нашу сегодняшнюю программу мы записываем не в Петрозаводске, а в Беломорске. Причина тому – море негативной информации об этом городе на страницах «Желтой прессы» предвыборной столицы. Главной целью нападок на любимый город жители Беломорска считают очернение бывшего главы администрации района. Мы решили узнать их мнение на этот счет. Прочитав вот эти брошюры и прочитав вот эти листовки, я просто как житель возмущена тем, что используется наш город Беломорск в таких именно целях. Потому что у нас сегодня совершенно не такая ситуация. И делалось и в те времена, и делается сегодня очень много. И вы увидите сегодня, не только увидите, заснимете. Уж слишком низкопробно используется в целях достижения, я не знаю, там результатов или еще чего-то. Мы возмущены. У меня коллектив, прочитав вот эту листовочку, мы все подписали, что мы не согласны с таким мнением, что наш город – это помойка, что наш город – это грязь. В тот период времени, с 1997 по 2000 год, я работала главным полномочным пенсионного фонда. И могу рассказать несколько слов о экономической ситуации, которая складывалась в нашем районе. Но дело в том, что все мы знаем, 1997 год, 1998 были очень тяжелые. Ну не только для района, в целом для страны. Была задержка и в бюджете по зарплате, и по пенсиям. Было привлечено несколько инвесторов в Беломорский район. И за счет этого стали работать предприятия и в Сумском посаде. Был открыт Беломорский леспромхоз в поселке Литнереченском. Это предприятие было ООО «Диал» и Литнереченский деревообрабатывающий завод. И в Беломорске с 1998 года Беломорский ЛДК начал работать даже в две смены. И за счет того, что предприятия начали работать, начались поступления в пенсионный фонд. Я очень хочу сказать и даже сделать на этом акцент, что это единственный, наверное, случай, когда в первом полугодии 1999 года мы смогли осуществить выплату пенсии за счет собственных средств, которые собрали в районе. Я от имени молодежи Беломорской, Беломорского района, позволю себе сказать то, что в Беломорске можно замечательно жить, можно замечательно работать, и можно развиваться в каких-то иных отраслях нашей жизни, кроме профессиональной. И я так думаю, что все вот эти публикации, они связаны с политическими событиями в нашей республике. И хочется сказать, что авторы этих публикаций, они ставят определенные цели очернить наш город. Но, в принципе, очернить-то можно самый лучший город мира, смотря как на него посмотреть. И поэтому хотел бы пожелать тем, кто издает такие публикации, с хорошим настроением прибыть в наш город и изобразить его с другой стороны. Вот, вы знаете, кроме возмущения, ничего. Я когда прочитала, вот первую, я особо как бы вот не много читала. Но то, что я видела, мне достаточно было, чтобы возмутиться. И сразу, когда пришли слова Булгакова, да, из «Собачьего сердца», что разруха у нас в голове. Она, очевидно, у тех людей, которые вот все это пишут в голове и фотографируют. И в любой город можно приехать и найти там разрушенное здание, облупавшийся фасад. И кто чего ищет, тот то и видит, да, и находит. Я, например, когда хожу по улицам нашего города, вот вижу, что фасады обновляются, дороги улучшаются, мамочки с колясками ходят, значит, будущее у города есть. В желтой прессе верить в корни, я считаю, нельзя. Город Беломорск, как-никак, значит, тоже имеет свои достоинства, свои заслуги. Тяжелые времена были. А в тяжелые времена там золотого к нам став мэра. А уж если сверху такие дела творились, то он один абсолютно ничего сделать не мог. Негативы всегда можно ковырять где угодно, и на кого угодно, и сколько угодно. При желании, конечно. Я могу сказать о его, когда он работал мэром города, времена были непростые. Это времена были Бориса Ельцина. Денег тогда никому ничего не давали. А ведь судят о людях по их делам. А дела, чтобы делать, надо, чтобы были финансы. Поэтому он крутился как мог. Но он старался. Я родилась здесь, а мне 73 года. И так, что знаю, какой был Беломорск, был отличным Беломорском. Потом еще немножко во время войны стало похуже. Во время начала перестройки тоже было много, так сказать, не очень хорошего. Дорогу сделали, много перевели в порядок, значит, косметику в домах, я имею в виду, наружную. Вообще очень много было сделано. Мне, например, лично, как житель города, очень обидно, что вот так называют. Я читала в газете, и, значит, в той, я скажу, это прокламации, мне кажется, это позор. Выборы главы Петрозаводского округа. Уважаемые избиратели, если вы не сможете проголосовать 5 июля 2009 года, вам предоставляется право досрочного голосования с 1 по 4 июля 2009 года в участковых избирательных комиссиях города Петрозаводска. В Шансе жаркая распродажа всех водонагревателей. Например, водонагреватель из нержавейки на 50 литров Термекс всего за 4 990 рублей. Прогноз погоды представляет рекламное агентство Прома. По прогнозу Карельского гидромедцентра 2 июля в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь. Ветер ночью юго-западный 4,9 метров в секунду. Днем северо-восточный 7,12 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12,14, днем плюс 17, плюс 19 градусов. По данным Банка России, на 2 июля установлен следующий курс валют. Доллар США 31,19 рубля, евро 43,81 рубля. Полезная информация бесценна. Смотрите «Неку Плюс» и будьте в курсе, господа. Продолжение следует... Продолжение следует...